Ну вот и все. Эта ночка оказалась третьей и последней этим летом, когда беспечные горожане во тьме кромешной могли забрести в болото с остывающим кипятком на месте очередного порыва подземной магистральной трубы в ходе финального этапа опрессовок. Полчетвертого на ЖБИ молодого мужика угораздило ошпарить ноги возле собственного дома. Спасибо коммунальным службам. На этот раз подземные демоны городской инфраструктуры набедокурили на углу Новгородцевой и Сиреневого бульвара на газоне за одной из 16 этажек. Местным жителям, надо сказать, повезло. Парная нечисть выпрыгнула из подземелья среди полускошенных трав, а не на детской площадке по соседству, когда рассвело газон с подземной пробоиной, напоминал сущее болото, над которым стелился утренний туман. Зияющую под ногами пустоту в добрые три сажения и разодранный колодец теплотрассы коммунальщики на скорую руку замуровали бетонными плитами и забросали щебнем и обломками кирпичей. Вместо провала по периметру, огородили красно-белыми ленточками, хотя выдакое болото при свете дня только леший изобредет. Худую трубу ремонтники золотают позже. Екатеринбургская теплосетевая компания тем временем подсчитывает и зализывает раны после беспокойных опрессовочных ночей. Порывов было 29 штук. В список трубно-дефективных попали 13 улиц большого города, на четырех из которых кипяток вырывался на поверхность. На Красина и Циолковского коммунальные гейзеры нанесли ощутимый урон, который пока точно прокалькулировать весьма сложно. Но белая «Шкода» прошлой ночью ошпарилась тысяч на 150 не меньше. По крайней мере, хозяин несчастливой белой иномарки уверял журналистов, что разлетевшиеся куски асфальта пробили днище его «Шкоды», а струи кипятка испоганили весь салон. К тому же «Шкодовладелец» после парилки не смог сдвинуть с места свой автомобиль. Под ним образовалась приличная воронка почти метрового диаметра. Сколько времени потребуется для просушки затопленного по самые ноздри подземного паркинга в жилом комплексе премиум-класса, предугадать вообще сложно. Зато в управляющей компании, в чем в виде не находится этот новенький 25-этажный дом в километре от южного автовокзала, после ночного потопа с удивлением разводили руками. Дескать, трубы здесь проложены новые, если даже они лопаются. На улице Красина трубы, вероятно, не из разряда новодела. Тем не менее, за день до того возле местной общаги фонтанировал гейзер. Куски асфальта, перемешку с Ощебнем, попортили опель. На взгляд дилетанта тысяч на сто, никак не меньше. Впрочем, трубы рвутся где тонко, и лучше их заменить летом, чем остаться в зиму без тепла и горячей воды. Кстати, о последнем. Как заявила в комментариях пресс-служба Екатеринбургской теплосетевой компании, если у вас в кранах до сих пор нет воды, значит, местные коммунальщики забыли нужный вентиль крутануть. Сегодня с утра ГМС должно функционировать в Екатеринбурге в нормальном режиме.